Кристина Тимановская, та самая легкоатлетка, бегунья, приняла участие в забеге на своей коронной дистанции в 200 метров в Польше. Ну тот результат, который она показала, не позволил бы Тимановской пробиться даже в полуфинал не так давно прошедшей Олимпиады в Токио. Нет, ну конечно, сбагарская общественность, пребывающая в Литве и Польше, тут же заговорила о том, что на девушку оказывает серьезное очень давление то, что она пережила, у нее сейчас не очень правильное эмоциональное состояние, послушайте, все хорошо. Уже даже людям далеким от легкоатлетики, вообще в принципе, которые просто решили поизучать биографию Тимановской, стало понятно, что вот с точки зрения спорта девушка не то, что не мировая звезда, а ей даже близко не сияет подобного рода перспектива. Если даже во внутренних польских забегах ничего не получается, о чем вообще говорить. И с политической точки зрения карьера тоже, мягко говоря, не задается, забудут. Забудут через неделю-другую окончательно. О ней уже, по сути дела, никто и не вспоминает. Так, только наблюдающие за змогарским движением вроде меня. Тихановская в интервью Fox News заявила, что если спортсмены бегут, ну это в смысле Тимановская и Максимова, то власть обречена и в любой момент может произойти революция. Неизвестно, что послужит спусковым крючком на сей раз. И при этом, в качестве примера Тихановская привела Советский Союз, который, по ее мнению, развалился за шесть дней. Я не очень понимаю, про какие шесть дней она говорит, потому что это был достаточно долгий процесс. Это первое. Конечно, в мировой истории были такие примеры, что тут греха таить. Например, развал Российской империи занял тоже незначительное число дней. Но, но, и в первом случае, в случае с Советским Союзом и в случае тем более с Российской империей у власти были импотенты. Вот самые что ни на есть записные. Ну, Лукашенко на это пока не тянет. И самое главное, ну для революции должен быть какой-то все-таки кадр. В случае с Советским Союзом это наша творческая интеллигенция. В лице шестидесятников в случае с Российской империей это дворянство. А я стесняюсь спросить, у Тихановской какой кадр? Лавровый лист, петрушка и укроп на кухне в Литве? Нет, ну конечно, латушка может считаться кадром, образованным, революционером, но только в формате кухни Тихановской. В формате политики нет и все прочие тоже к таким кадрам быть не могут. По вполне себе понятным причинам. Вы знаете, при всем богатстве вот этого оппозиционного змогарского движника, при условно наличии Тити Макси, то есть Тихановская, Тимановская и Максимова, есть у меня любимейший все-таки персонаж. Это хер латушка. Человек вот абсолютно незамутненного разума. Вот когда он что-то говорит, хочется просто плакать от восторга. Давеча на своем уютном ютубном канале пациент заявил о том, что несмотря на то, что Минск не подписал римский статус международного уголовного суда, Лукашенко все равно нужно отправить подгарский трибунал. Ну, первое, да, тут вспоминается герой Булгакова, как он служил в очистке, то есть, как вот человек с таким разумом мог быть послом в Беларуси. Ну, это на самом деле второй вопрос, а первый. Вот всегда говорят в политике повторяться скучно, но вот эта бесконечная история про то, что кого-то надо при первой возможности отправить в ГААГу уже обрыдло после российских либералов, у которых это, так сказать, любимый объект сексуального самоудовлетворения и после кастрюльных похождений на Майдане. Ну, новое что-то надо придумать, господин Латушка. Ну, давайте я вам подскажу. Отправить непременно в Кабул на перевоспитание талибом. Вот это сейчас прозвучит действительно свежо. Правда, за это может в голову вам прилететь от кураторов всей этой истории, потому что, смотрите, какой уже час молчит Госдепартамент, молчит Белый дом. Ничего не говорят по поводу того, что происходит в Кабуле. Оно и понятно. Ну, так, господин Латушка, вам же терять, собственно говоря, нечего. Обратно путь заказан. Там не шибко-то нужны. А так погибните смертью храбрых героической. Правда, бессмысленны, ну, как и все ваше существование. Ну, тем не менее. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова